будьте здоровы люди вольные с утра уже таскаюсь по лесу заданием выйти по азимуту определенные точки но до нее еще далеко километров 10 поэтому еще место уже для ночевки потому что время уже много а вес густой вот в очередной раз видно какой-то просвет непонятно то ли это действительно просвет то ли там опять начнется лет в общем пойду туда попутно еще место для ночевки собственно как уже я говорил для ночевки ищется не то что тут и там какая-то удобная полянка или еще что-то а прежде всего подходящие дрова лес сырой сегодня везде не льет дождь найти лежачих сухих дров ну вообще невозможно никак сухостою пока не видно все стоячие живые вот это вот березка но во первых ее будет мало а потом сухих сухих березок то и не бывает практически они все гнилые поэтому еще что-нибудь хвойные лучше всего сосну так ну чего опять лезть через буревом ну вот собственно это место и оказалось тем самым просветом на самом деле тут не просвет а просто густые заросли молодняка четырех пятиметровые кусты и березки в общем надо корректировать будет сейчас движение на карте вот такой вот редколесье не отмечено пойду дальше буду искать место для ночевки желаю тащиться по лесу в общем нашел что-то подобие тропинки скорее всего здесь уже кто-то ходил лес пока густой если идут правильно то судя по карте совсем близко будет озеро лесной также по карте там видно что лес там смешанный ну собственно она и сейчас тут видно что лес смешанный березки вместе с сосенками значит иду правильно если до этого озера даю то пожалуй там и останавливаюсь ну вот наконец ты нашел я это лесное озеро вот она вышел к нему он оттуда хотел стать вот здесь на бережочке но что то здесь топка здесь не встать поэтому сейчас буду искать место а точнее как уже говорилось искать не место а искать какое-нибудь подходящее дерево какой-нибудь сухостой чтобы его свалить и прямо где-нибудь возле него и заночевать и чтобы никуда дрова не таскать потому что в одиночку обычно это сильно напрягает ладно пойду по опушке а то здесь слишком топка ну все ребята начинаю устраиваться нашел таки место вот это озеро пошел вдоль берега и нашел хорошее место здесь что-то вроде тропинки видать браки охотники ходят иногда и вот здесь вот вот она сухостойная сосна приличная метров шесть хватит ее и чтоб поесть приготовить и на ночь вот она вся сухая вот буквально вот в трех шагах от нее вот прямо здесь можно будет оставаться на ночле вот на это и на это дерево сейчас натяну тент плач палатку и начну готовиться сейчас поставлю фотик на штатив ну что собственно начнем какая сейчас стоит задача задача поставить укрытие на ночь сегодня весь день шел дождь ну то шел то не шел но все равно периодически бывал поэтому нужно еще укрытие поставить с целью защиты от дождя плюс к тому же ночевать придется возле озера и с той стороны сейчас дует сильный ветер ну такой достаточно сильный поэтому скат будет в ту сторону чтобы он еще защищал и от ветра а костер соответственно будет вот здесь чтобы весь дым от него уходил по ветру в ту сторону и не мешал спать так значит укрытие я буду делать одно из своих любимых оно простое делается быстро и просто для него нужно всего лишь плач палатка веревка делается элементарно в общем берется веревка берется плач палатка важно найти плач палатки вот этот вот карман сделать скат таким образом что чтобы вот этот клапан верхний у этого кармана смотрел вниз потому что если сделать наоборот то вода будет затекать в него поэтому это нужно учесть дальше один конец просовываем в один люверс другой конец другой люверс саму плач палатку я буду крепить не высоко а достаточно низко где-то вы буквально метр от земли потому что но мне не нужна высокая вот это вот укрытие высокая мне не нужно она должна быть вот на таком уровне достаточно так там будет теплее ночью обвязывается вокруг дерева и вяжется узел теперь тоже самое с другой стороны веревка натягивается пропускается снова в люверс вот так вот и просто посильнее начинуть все ну а здесь уже можно любым удобным узлом завязать главное чтобы развязывался вот она на ветру вот так вот колышется ну соответственно и и надо туда убрать и как-то закрепить можно какое-то бревно привалить в принципе он здесь вот есть всякие вот вот такая вот трухлявая березка но в принципе пойдет для этих целей можно и по-другому поступить взять топор и найти какие-нибудь два кошка небольших ну вот опять же далеко не ходить ветка вот в принципе такая ветка пойдет в качестве кошка значит ее надо слегка заточить сделать немножко острые и соответственно дальше все просто натягивается плащ-палатка и этот кошек забивается в люверс вот сюда вот вот так вот а затем в землю вот и все в принципе вот так вот она уже никуда не денется вот это место с помощью палочки подпорки вот так вот слегка задирается и все в общем то слишком сильно ее не нужно натягивать потому что ночью если будет достаточно прохладно будет возможность у нее немножко закутаться спальника у меня с собой нету поэтому буду надеяться на плащ-палатку ну а пока чтобы особо ветром ее не задувал то есть вот это вот бревно без проблем будет ее держать дальше что делаем достаем коврик место здесь удачные мох мягкая трава но не влажная как возле берега поэтому спать будет мягенько и удобно вот так вот в качестве подушки будет рюкзак ну в него еще чем-нибудь набить он пару полешек пока я расскажу то что взял с собой это хлеб у меня было два таких две буханочки вот осталась одна тушенка банка сало вы едите сало котелок ну тут еще плюс всякая еда свитерок на ночь дощечка моя любимая монокуляр сегодня надо было смотреть пила складная ножичек ложка веревки немножко здесь в боковом кармане аптечка малая индивидуальная в этом боковом фляжка с водой воду сэкономлю воды вон там полно учащийся верхнем кармане схема блокнот непримокаемый карта компас полотенца поводок салфетки карандаш вот так вот так ну что ночлег можно сказать обустроили теперь нужно сделать костер надо валить вот это дерево пойду займусь потому что никто за меня это не сделает вот так вот сломает виска так вот и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Срубил две вот такие ветки у повального дерева Собственно, для чего они нужны? Их нужно заточить с двух сторон Вот так вот с одной Ну, в общем, то же самое С другой палкой нужно сделать Субтитры сделал DimaTorzok Ну, достаточно Теперь возьмем ножик И пойдем сюда Собственно, для чего они нужны? Вот этот прядь плащ палатки Вот так вот задеряем Ножом надо Один конец Так вот заострить, чтобы он потоньше был Вот так вот Это нужно для того, чтобы этот конец палки Легко вошел в отверстие для пуговицы А этот острый конец с другой стороны Втыкается в землю В общем-то, вот так вот втыкается Соответственно, вот этот конец Сгибаем и кладем на землю Значит, здесь еще можно что сделать? Взять веревочку, небольшой кусочек Привязать вот к этому краю палки И на какой-нибудь колышек Значит, натянуть ее Немножко вот натянуть, чтобы она была в натяг То же самое делается И с другой стороны Сначала затачивать Один конец палки Затем натягиваем Плащ-палатку Сейчас я возьму кусок веревки И все это натяну Так скажем, более надежно Вот так вот укрытие мое Сегодняшнее Выглядит уже в законченном виде Оно невысокое Где-то около метра в высоту Можно сказать, односкатное От ветра защищает неплохо От дождя тоже спасет Спальника у меня нету Спать я буду вот здесь на пенке В качестве подушки будет рюкзак Вот, ноги вот будут в эту сторону торчать Голова там Собственно Сюда вода не затечет Потому что клапан кармана Смотрит в ту сторону Здесь плащ-палатка Надежно защитит от воды Вот Так что вот так вот Костер будет вот здесь Значит, какой костер будет Я пока не решил Для Нади Особо тут бревень нет Ну, что получится То получится Ну что После того, как укрытие поставлено Постель устелена Подушка взбита Можно приступать К приготовлению ужина На ужин сегодня Замечательное блюдо Макароны с тушенкой Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»